Дмитрий Колизев, главный редактор Репаблик, к нам присоединяется. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте, добрый вечер. Итак, по-вашему, что же это было? Зачем сначала написали, а потом аннулировали сообщение о перегруппировке российских сил на левом берегу Херсонщины? Ну, точно нам об этом неизвестно, что это было. Есть несколько версий, которые обсуждаются как среди журналистов, экспертов, оппозиционеров, так и среди людей, которые поддерживают войну, потому что довольно, наверное, самую большую, самую бурную реакцию как раз эти публикации вызвали в Z-сообществе, где реакция была очень такой нервной на произошедшее, потому что, ну, в общем, Z-сообщество живет в ожидании каких-то подвохов от российских властей, от российского командования, такие глубокие психологические травмы этому сообществу нанесли отступление из-под Херсона, которое было год назад, отступление из-под Харькова, отступление из-под Киева. В общем, это сообщество живет постоянно в ожидании каких-то новых таких ударов в судьбу для него. И вот как раз они больше всего по этому поводу переживали и о чем-то рассуждали. Но, возвращаясь к версиям, то либо это была какая-то ошибка пресс-службы, и вот те же Z-публицисты потом утверждали, что якобы какая-то старая публикация про отступление из Херсона прошлогоднее, которое было при Суровикине, якобы было опубликовано. Хотя это не соответствует, скорее всего, фактам, потому что упоминалось в этом сообщении группировка Днепр, которая на тот момент, насколько я понимаю, не существовала. Вторая версия заключается в том, что готовятся на самом деле к отступлению с левого берега Днепра, учитывая наличие и углубление там украинского плацдарма и переброску туда бронетехники. И публикации об этом уже подготовлены. Но вот какие-то из них по ошибке вышли раньше, чем на самом деле совершилось действие. И это как бы немножко раскрыло карты российского командования, что они действительно готовятся отступить в этом месте, чтобы не нести потери. Ну а третья версия такая, немножко конспирологическая, о том, что да, действительно собираются отступать, но эта публикация, этот слив был сделан заранее специально для того, чтобы, так сказать, подготовить публику уже неизбежному. То есть вот вроде сейчас тоже за сообщество эти так называемые патриоты посмотрели на это, обсудили, поволновались, попереживали. Потом это было опровергнуто, но такая прививка сделана. Они вроде как уже пережили эту психологическую травму и теперь морально больше готовы к тому, что российские войска могут действительно отступить на левом берегу Днепра. Вот такие три версии. Мне представляется более вероятной все-таки то, что заранее выдали какой-то пресс-релиз, который подготовлен к возможному отступлению российских войск. Я хочу уточнить по поводу реакции Z-патриотов на эту публикацию, на это сообщение, потом аннулирование. А что писали в чатах, комментариях? Потому что помнится, например, такое яркое событие, как первый удар по Крымскому мосту. То там вспоминали красные линии, призывали Путина к ответу, в том числе, ну, чуть ли не к ядерному по Украине. Так как в этот раз реагировали? Что писали? Вы знаете, очень разнонаправленно, потому что это такая довольно разнообразная среда, как ни странно. Там есть и какие-то пропагандисты на зарплате, которые получают деньги в Минобороны и поэтому поддерживают все, что делает Минобороны. И они тут же принялись писать, что это очень правильное, мудрое решение, тактически верное, которое, безусловно, приведет нас к победе. Вот именно сейчас это нужно сделать. Ну, в общем, они готовы оправдать любые действия российского командования. Завтра российское командование объявит о том, что выводит войска с территории Украины. И эти люди объяснят, как это правильно нужно и почему это тоже победа России. А были те, кто, ну, больше было тех, кто откровенно возмущался, говорил, что намекал на какой-то договорняк. Вообще вот договорняк, это такое слово, характерное для этого Z-сообщества, это какая-то страшная боязнь вот этих российских турбопатриотов, российских Z-патриотов. Им все время кажется, что вот они-то завойнут до победного конца, до взятия Киева. А коварные российские власти, которые вот какие-то они, ну, недостаточно воинственные. Вот они сейчас возьмут и за спиной у этого Z-сообщества договорятся с Украиной, там, с США, с миром, с Европой. И заключат какой-то мир и таким образом как-то предадут вот этих самых воинственных товарищей. Это называется традиционно договорняком. И вот в ожидании этого договорняка это Z-сообщество живет все последние месяцы, если уже не годы. Практически с самых первых месяцев войны, полномасштабного вторжения, когда началось отступление из-под Киева и так далее. Вот уже тогда появились у этих людей какие-то предположения, опасения о том, что власти за их спиной о чем-то договорятся. И все их надежды о том, что российские солдаты будут парадами идти по Крещатику, пойдут прахом. Ну, надежды и так пошли прахом, но вот все еще некоторые из этих патриотов на что-то надеются и ждут какого-то подвоха от российских властей. Дмитрий, а если представить, что это сообщение действительно было опубликовано для того, чтобы проверить реакцию электората кремлевского в целом, в частности того же Z-сообщества так называемого, тут просто не совсем понятно, а действительно ли Кремль волнует какая-то там реакция какого-то там электората, и уж тем более какого-то там Z-сообщества, которое, судя по всему, Кремль скорее больше раздражает, нежели радует. Ну, не сказать, что это какая-то критически важная для них вещь, уже понятно, что это Z-сообщество проглотит в принципе все, что угодно. То есть, ну, завтра объявят, что, не знаю, возвращаются в границы до 24 февраля, например, да, оставляют Херсонскую и Запорожскую области целиком. И Z-сообщество поворчит и проглотит, не будет никаких там ни протестов, ни митингов, никто не пойдет свергать Путина. Арестовали Стрелкова, ну там пошумели люди немножко, какие-то одиночные пикеты прошли, какое-то количество людей пришло в суд позащищать Стрелкова. Ну, тоже ничего не случилось такого, никакой революции. Они Пригожина убили, ну, появился стихийный мемориал, там люди его вспоминают, называют героем. Но тоже, в общем, никакого такого опасного для власти народного возмущения не происходит. Поэтому, с одной стороны, вы правы, что не так уж это их и волнует. Но, с другой стороны, все-таки, это какая-то часть политического спектра, его довольно достаточно активная часть. То есть, в принципе, в России сейчас есть такое болото посередине, да, люди, которым, ну, как бы ничего не важно, не интересно, и они занимают позицию, не трогайте меня и, в общем, там, делайте, что хотите. Да, пока меня это не касается, я совсем смиряюсь. То есть, есть либеральная оппозиция и есть вот эти зет-патриоты. И так как это не очень большая, но все-таки достаточно активная часть политического спектра, в общем-то, с их мнением все равно приходится считаться и как-то его учитывать. Потому что либеральная оппозиция – это те, кто категорически настроен против Кремля, а зет-патриоты, они, ну, как-то, их часть из них лояльна Кремлю. И если и их лояльность будет утеряна, то выяснится, что вообще не осталось никакой активной политической силы, которая Кремль поддерживает. Есть только вот это болото и две силы, которые против Кремля. И это будет не очень приятная для Владимира Путина ситуация. Поэтому я думаю, что все-таки они какой-то лояльностью этого зет-сообщества дорожат и стремятся не очень сильно его раздражать. Еще одна версия, которую озвучивают аналитики Института изучения войны и украинские представители вооруженных сил Украины о том, что это могла быть проверка, собственно, и вооруженных сил Украины, хотели спровоцировать таким образом на какую-то реакцию. Но неужели рассчитывать, если это так, если эту версию рассматривать как основную, неужели российская пропаганда, российские там командующие могли рассчитывать на то, что украинские вооруженные силы, украинское командование будет принимать какие-то решения на основе российских информационных сообщений? Вы знаете, мне тоже показалась странной эта версия, когда я прочитал ее у уважаемого, в общем-то, Института изучения войны. Я думаю, что если бы стояла задача распространить дезинформацию, то это можно было бы сделать каким-то более тонким способом. Ну, там, не знаю, разведчики, контрразведчики есть в российской армии, наверняка они могут придумать, как это сделать, несколько более изящно, чем распространив пресс-релиз на двух крупнейших информагентствах, а потом его отозвав через непродолжительное время. Так что я сомневаюсь в том, что цель этого была именно такая. Скажите, Дмитрий, а как в целом сейчас российская пропаганда продает россиянам цели так называемые СВО? Под какими лозунгами отправляют на фронт? Потому что вот недавно одной из лиц кремлевской пропаганды, Дмитрий Киселев, заявил, что Российская Федерация в войне против Украины защищает украинский язык, например. И у нас есть это видео, давайте посмотрим его сначала. Давайте. Украинский язык – это наш язык, это наша мова, часть нашей общей культуры. Мы сейчас защищаем украинский язык для того, чтобы на украинском языке не говорили нацисты, если говорили те, кто делит людей на садках. Интересно, правда? Потрясающе. И неожиданно, неожиданно, скорее даже. Ну, смотрите, нет такой вещи, которую бы Россия не защищала сейчас в Украине, как вы понимаете, если говорить словами российской пропаганды. Из последних версий, из того, что мне понравилось, это то, что в Украине идет борьба за освобождение палестинского народа. Это версия, которую абсолютно открыто и, ну, вот именно так прямым текстом повторяет Маргарита Симоньян, например. Она объясняет, что вот Соединенные Штаты, дескать, за войной в Израиле и в Газе стоят Соединенные Штаты, которым там выгодно устраивать войны по всему миру. И так как в Украине тоже идет борьба России с Соединенными Штатами, на самом деле, если вы хотите бороться за свободу палестинского народа, то отправляйтесь в Украину и там воюйте на стороне российской армии с украинцами. Ну, вот такая, например, парадоксальная логика. Ну, в общем-то, цели спецоперации, заявленные, не изменились, они остаются туманными, смутными. Я не думаю, что кто-то из россиян в 2023 году, в ноябре, уже всерьез как-то думает о том, что там демилитаризация и деноцификация Украины это вообще какие-то достижимые цели и какие-то реальные понятия. Всем уже как-то более или менее ясно, что это просто какие-то абстрактные слова, которые Владимир Путин произнес, чтобы обосновать российскую агрессию и для того, чтобы начать эту войну, когда он захочет, и закончить ее, когда он захочет. Из последнего, о чем сейчас российская пропаганда пишет, например, вот распространяют сенсационную новость, в том числе Вести, РИА Новости, Московский комсомолец, Известия пишут о том, что пытаясь решить нехватку живой силы, главнокомандующий вооруженных сил Украины предложил президенту Зеленскому внимание создать армию роботов. Ну и там заголовки разные, например, Ньюсру пишет, Украина сошла с ума, ряды ВСУ пополнят роботы. Что бы вы на это сказали? Ну, во-первых, тут, наверное, стоит отметить, что если уж в Украине создадут армию роботов, то это, наоборот, для Украины хорошая новая, значит, есть потенциал денежный, инфраструктурный, и ресурсный, и технологический. Зачем это отбрасывать? В общем-то, армия роботов в каком-то смысле уже существует. Мы знаем, какую важную роль играют дроны на этой войне. И дроны — это в каком-то смысле роботы. Хотя они управляются людьми, но там работают и системы искусственного интеллекта, и вообще такая роботизированная техника. Так что я тоже не очень понимаю, какую цель здесь ставит российская пропаганда, и что здесь такого смешного и нелепого. Есть гораздо более нелепые вещи, про которые рассказывают и пишут российские пропагандисты. Ну, вообще, в общем и целом, тренд российской пропаганды, он по-прежнему такой показывает, что Украина — это какая-то несерьезная страна. Понимаете, все, что она придумывает, все, что она делает, — это несерьезно. Это все как-то не по-настоящему, это все какие-то... Вот как Дмитрий Медведев называет Украину «государство-404», государство, которого не существует. Вот есть какая-то серьезная, великая, мощная Россия, а есть какая-то Украина, дескать, что это такое вообще, мы не понимаем, и вот какие-то у них все идеи смешные, армия роботов, ха-ха-ха. Но есть реальность на поле боя, где Украина и украинская армия оказалась вовсе не несуществующей и не несерьезной той силой, с которой Россия не может справиться. И вот этот вот конфликт пропагандистского нарратива и суровой реальности на поле боя, он, я думаю, очевиден многим. Ну, наверное, даже уже очевиден всем. — Скажите, а вот эти вот перманентные угрозы, как от политиков российских, так и от пропагандистов странам Европы, то Соловьев, там, Берлин угрожает бомбить, Путин угрожает Польше, некий эксперт у того же Соловьева говорит о том, что не-не-не, Польшу пока не надо бомбить, а вот цитирую по Румынии, я бы жахнул. За чем? — За тем, чтобы создавать с двумя целями. Первая цель — для того, чтобы у российских зрителей этих шоу, а это люди, как правило, такие с очень серьезным ресентиментом, очень так обиженные на весь мир и очень при этом воинственно настроенные, вот чтобы у этих людей поддерживать ощущение, что, несмотря на разные военные неудачи, несмотря на то, что российская армия не оказалась второй в мире, несмотря на то, что никаких побед крупных точно не предвидится, и максимум, на что может рассчитывать российская армия, это взятие Авдеевки, о существовании которой 99,9% россиян не подозревали до последних месяцев. Так вот, чтобы этим людям не было так горько и обидно, нужно им периодически напоминать, что Россия это может показать меру Кузькину мать, жахнуть и по тем, и по этим, и, в общем, если мы захотим, то весь мир вздрогнет. Это как-то немножко успокаивает чувство русского турбопатриота, с одной стороны. С другой стороны, все это, конечно, риторика, которая нужна Кремлю для того, чтобы поддерживать уровень тревоги в европейском, в первую очередь европейском сообществе, в европейских избирателях, потому что, ну, это, надо сказать, отчасти действует. Мы видим это там по опросам в той же Германии, например, в некоторых других странах. То есть люди боятся ядерной войны, и поэтому, когда их спрашивают про то, нужно ли продолжать поддерживать Украину, что они думают по поводу этой войны, люди как бы начинают больше склоняться к мысли о том, что давайте уже это как-то закончим, потому что... Но при этом уровень поддержки Украины не уменьшается, и слава богу, и в новые пакеты военной помощи. Там чуть ли не каждый месяц, каждую неделю утверждаются, вот новые от Германии, и там обещают на следующий год, 2024, 8 миллиардов евро. Спасибо вам большое, что подключились. Дмитрий Колизев, главный редактор «Репаблик». Мы говорили о нарративах российской пропаганды, как продвигаются фейки и для чего это делается. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале «Фридом». «Фридом» — только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании.